За прошлый год цены на продукты питания выросли в России в 7 раз больше, чем в Европе. Данные обнародовал Росстат. В нашей стране рост составил 7,9%, тогда как в ЕС лишь чуть больше одного. Даже президент замечал. Это пандемия, не объясняешь? Причем без пандемии? Но цены скачут, как давление у больного яйца, масла, хлеб, конфеты, мясо. Цены на сахар, песок и вовсе выросли на 71,5%. Это беспрецедентно. При том, что, как сказал президент, производство внутри страны покрывает внутренние потребности. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко считает, что как раз стремление все свои потребности покрыть внутренним производством, даже вопреки здравому смыслу, и влечет за собой рост цен. Это как раз то, что называется импортозамещением. Мы, попросту говоря, покупаем в Тридорога то же самое, что могли бы покупать в Польше. Я могу, опять-таки, тоже привезти одну из цифр. Значит, на сегодняшний день парная свинина в Польше дешевле, чем в России. Поэтому вот мы привозим из-за рубежа поросенка живка ту самую свинину. Здесь ее выращиваем. Она стоит дороже, несмотря на логистическое плечо и, в общем, существенно более низкие зарплаты. А в Польше продукты дешевле, в том включает то самое мясное. Ряд экспертов уверяет, что и в обратную сторону работает так же. Мы слишком много продуктов импортируем. Потому растущий доллар и евро делают ценники в магазинах порой пугающими. Но именно поэтому продавцам зерна, как говорит экономист Анатолий Ишболдин-Кронберг, выгоднее продавать сырье на внешнем рынке. Прочие факторы роста цен, общемировая тенденция, увеличение потребления, удорожание топлива, дорогие кредиты для бизнеса, жадность. Все хотят подзаработать. И традиционно претензии в этом плане предъявляются к сетевым магазинам. Поэтому меры правительства, в частности, в прошлом году и в этом году в начале, они сосредоточены на разного рода переговорах, увещеваниях вот этих участников цепочки. И в том, чтобы они свою продукцию, в всяком случае, вот эти социальные, так называемые, набор продуктов, цены не повышали. При этом экономист считает, что никаких массовых волнений и рост цен не вызовет. Чтобы убедиться в этом, мы провели опрос. И действительно, некоторые потребители будто и не заметили, что десяток куриных яиц за год подорожал почти на 20 рублей. Меня не касается, я самые дешевые покупаю, поэтому спасибо. То есть вы вообще не заметили роста цен за последний год? Особо нет. Ну, нормальные цены, конечно, некоторые повышенные. Рост цен на продукты продовольственные вы заметили? Да, в связи с повышением НДС и, в принципе, налогообложения в России. Но скажите, вы как относитесь к этому, во-первых, и во-вторых, вам пришлось поменять свою потребительскую стратегию? Ну, смотрите, как, естественно, любой человек, который не работает в правительстве и тому подобное, у кого доходы действительно ниже, естественно, более отрицательно, чем люди, грубо говоря, повыше классом. Правительство страны чуть ли не в ручном режиме пытается регулировать цены на социально значимые продукты. Но ученые и предприниматели напоминают о базе экономической теории. Попытка регулировать цены приводит только к одному последствию – дефициту. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.